Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Покорили хребет Овсянникова и сдали зачет. Сочинские кадеты отправились в горы вместе с росгвардейцами. К новогодним утренникам в Сочи откроются два новых детсада. Как идет работа, проверил первый вице-мэр Денис Юрковский. В России вводится обязательная маркировка товаров. Что она даст покупателю и продавцу, рассказали на семинаре для предпринимателей. 150 бесплатных лекций для нового качества жизни. В Сочи стартовала декада зрелого возраста. В школы, институты и на Олимпиаду. Самбо становится все более популярным видом спорта в России и на Кубани. Развитие этого вида единоборств обсудили на заседании Оргкомитета, посвященного 80-летию оформления самообороны без оружия как самостоятельной дисциплины. Самбо в школы, студенческие самбо, чемпионаты и фестивали – десятки событий по всей стране. Председатель Оргкомитета, зампредправительства России Ольга Голодец поприветствовала участников и отметила рост популярности, ставшего олимпийским видом спорта. Это сегодня необходимо для того, чтобы привлечь внимание ребят, их родителей к спорту, физкультуре и особенно к такому виду, как самбо, который мы уже много раз это повторяем. Это не просто спорт, это философия к жизни, это отношение, это отношение к окружающим, это отношение к труду, это отношение к дисциплине. На заседании отметили Краснодарский край. В регионе создан Центр олимпийской подготовки под дзюдо и самбо. Его воспитанники Татьяна Казенюк и Арам Григорян на этой неделе привезли из Южной Кореи две золотые медали чемпионата мира. Всего же этим видом спорта занимаются более 15 тысяч кубанцев. А проект «Самбо в школы» реализуется уже почти в 400 образовательных учреждениях. Губернатором Краснодарского края принята программа по строительству центров единоборств в каждом муниципальном образовании. Поэтому нацелено все на то, чтобы этот вид спорта получил ту базу, на которой будет взращиваться наше следующее поколение, то есть тот фундамент, на котором будут строиться дальнейшие наши результаты. Сегодня же руководитель Всероссийской Федерации «Самбо» презентовал проект памятника с новоположником самообороны без оружия Ощепкову и Харлампиеву. На нем изображен один из главных приемов борьбы и сами основатели российского вида спорта. На заседании Оргкомитета также стало известно, что в Москве будет создан Международный центр отечественного единоборства, а в календаре появится День самбо. В Сочи ученики кадетского класса и офицеры Росгвардии покорили хребет Овсянникова. Это первый совместный полевой выход. Кадетский 5-й К-класс открыт в 18-й школе. Цель похода в горы – на практике отработать и закрепить полученные знания. Этому предшествовали несколько месяцев занятий сотрудниками сочинского ОМОН. Дважды в неделю они преподают кадетам основы строевой подготовки, приемы самообороны, технику выживания в экстремальных условиях и правила ориентирования на местности. В общей сложности ребята прошли 10 километров. По дороге останавливались на привалы и одновременно учились выставлять дозоры. Ребенок очень рад, что он попал в кадетский класс. Он стал намного дисциплинированнее, стал еще и сильнее, мужественнее. В нем появились качества. Сама утвердился во многом. И, естественно, учеба, конечно, на первом месте. Он учится очень хорошо, почти отличник. На месте кадеты делились на группы по три человека и получали задания – быстро выбрать место, установить укрытие из плащ-палатки, а также развести условный костер. После этого доклад офицеру о выполнении задачи. Завершился поход соревнованиями по стрельбе из пневматического оружия. Каждый ребенок на память забрал свою мишень. «Я сделал три выстрела и попал два раза в девятку и один раз в десятку. Получается 28 очков». На следующих занятиях кадеты отработают элементы альпинистской подготовки, установку плащ-палаток, приготовление еды в полевых условиях, а также элементы маскировки в форме игры. Кадетские классы в Сочи открылись на базе трех школ. Почетное звание кадетов-росгвардейцев теперь носит более ста учеников пятого класса гимназий номер пять, восемнадцатой и шестьдесят шестой школ. Татьяна Говоркова, Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. К новогодним утренникам в Сочи свои двери распахнут новые пристройки к детским садам. Как идет работа, сегодня проверил первый заместитель главы города Денис Юрковский. В Центральном районе сегодня возводят две пристройки. На КСМ, к примеру, новый корпус поможет существенно разгрузить очередь в детские сады. Микрорайон разрастается, жителей становится все больше. Микрорайон большой, садик у нас здесь один-единственный, поэтому пристройка нам действительно нужна. Новые корпуса будут рассчитаны на 80 детей каждый. На площади более 600 квадратных метров расположится по четыре группы – музыкально-спортивный зал и прачечная. Сейчас уже возведены стены, завершается прокладка наружных коммуникаций, рабочие устанавливают кровлю и возводят внутренние перегородки. К концу декабря строители должны полностью сдать корпуса. В группы завезут современную детскую мебель и пристройки будут готовы встречать первых воспитанников. За соблюдением графика работ строго следят в администрации города. Существует ряд замечаний, и замечания есть критичные, есть те, которые поправляемые. Поэтому сейчас разработаем комплекс мер, как будем выходить из этой ситуации, но никакого морального права у нас нет, эти объекты не сдать в этом году. Поэтому будем работать круглые сутки, но объекты будут сданы. Кроме строительных работ в детсадах идет благоустройство территории. Для малышей возводят новые прогулочные площадки с беседками, укладывают специальное покрытие. Помимо пристроек на Макаренко и КСМ, еще один корпус возводят в Адлерском районе на улице Малиновой. До конца года он также будет сдан. В следующем году планируется строительство еще семи детских садов и пристроек. На Бытхе появится новый детсад на 300 мест, а на Донской, Гагарина, Ульянова, в селе Веселое, а также в Красной Поляне будут возведены пристройки к уже существующим дошкольным учреждениям. Галина Моисеева, телекомпания «КТ». Плановый ремонт котельных и тепловых сетей завершен. Сочи к отопительному сезону готов полностью. В некоторых соцобъектах уже тепло, а вот батареи в многоквартирных домах станут горячими 15 ноября. В Сочи этой зимой будет работать 71 котельная. На подготовку к холодам предприятие «Сочи Теплоэнерго» потратило более 80 миллионов рублей. Деньги пошли на модернизацию ветхих тепловых сетей, увеличение диаметра труб и замену устаревшего оборудования на котельных. Это котлы, теплообменники, насосы и многое другое. Из 400 километров сетей, которые находятся в составе предприятия, полностью все подготовлены, опрессованы. Из них 15 километров было запланировано на капитальный ремонт, полностью замена. Правильно, на сегодняшний день полностью закончены. Этот отопительный сезон должен пройти еще более спокойно, более надежно и в качестве услуги население получит, я думаю, что 100% должны все получить, всех должны удовлетворить. Добавлю, что во время подготовки к отопительному сезону пять котельных перевели с твердого и жидкого топлива на газ. Более экологичными и полностью автономными стали котельная номер 32 и 33 в Адлерском районе, 21 в Хостинском и три котельные в Лазаревском. Коллегия Министерства здравоохранения прошла в Краснодаре. Ее посвятили всего одному, но крайне важному вопросу – борьбе с онкологическими заболеваниями. Заседание провела заместитель губернатора края Анна Менькова. На Кубани, как и во всем мире, количество пациентов, которым ставят диагноз «рак», растет. По самым худшим прогнозам, к 2030 году их число увеличится в два раза. Как этого не допустить – профилактику, методы борьбы и обсудили на коллегии. Вторая краевая клиническая больница. В конференц-зале собрались те, кто отвечают за здоровье и жизни кубанцев. На повестке дня одна из сложнейших проблем не только нашего региона, но и всего мира – онкология. Число заболевших раком растет, поэтому, акцентирует куратор соцблока Анна Менькова, ставку нужно делать на раннюю диагностику. Вовремя выявить болезнь – значит получить дополнительные шансы на выздоровление пациента. И это зона ответственности не только лечащих, но и главных врачей. Безусловно, каждый главный врач должен быть озабочен тем, чтобы смотровой кабинет работал и в вечернее время. У нас из 181 кабинета каждый четвертый работает только в первую смену. В поликлинике номер 4 Армавира и в поликлинике номер 1 Краснодара люди не могут получить консультацию после работы. В Новокубанском и Тебрюкском районах смотровые кабинеты не работают в принципе. И мы с вами неоднократно, коллеги, говорили о том, что личная ответственность, она остается, сохраняется. Ее нужно глубоко понимать. Почему на вашей территории происходят те или иные ситуации, те или иные случаи смертности? Я даю поручение Министерству здравоохранения ввести критерии оценки главных врачей, по которым мы ежегодно будем вас оценивать и, соответственно, делать необходимые выводы. Вовремя заподозрить онкологию должен уметь каждый врач первичного звена. На Кубани больше 80% участковых терапевтов такие курсы уже окончили. Однако некоторые районы все еще отстают. В список попал Мостовский. К ответу прямо во время коллегии призывают руководителя местной больницы. Такой низкий показатель 2019 года за счет того, что мы их обучили в 2017-2018 году. 23 врача-терапевта. У нас в 2017 году обучилось 9, и в 2018-м 14. В 2019 году из этих 23 двое, одна ушла в декрет, одна уволилась. И приняты двое. Ну вот их двое нам надо обучить. В 2019-м на борьбу с онкологическими заболеваниями на Кубани выделили больше 7,5 миллиардов рублей. Цифры внушительные, как и возможности. Это и покупка современного оборудования, и жизненно необходимых препаратов, открытие центров амбулаторной онкопомощи. Только в этом году в нашем регионе их стало 11. В следующем появится еще 7. Это позволит снизить нагрузку на специализированные диспансеры и опять-таки выявлять рак как можно раньше. Сейчас в крае 59% всех случаев рака выявляется на ранних стадиях. Целевой показатель на этот год составляет 58,5. К 2024 году данный показатель должен составить 63%. Активно включаются в борьбу против рака и непрофильные лечебные учреждения. К примеру, в первой краевой больнице ввели приоритетную регистрацию онкопациентов. Кроме того, расширяют спектр лечения. В настоящее время другие виды лечения у нас были традиционно предоставлены для больных легочных. Сейчас мы переориентировали наши усилия. Поэтому медикаментозное лечение будут получать пациенты кулопрактологические, больные урологические. Мы увеличили количество онкологических койек. Если раньше было 30, то сейчас мы увеличились до 58. В этом году число умерших от рака трудоспособных кубанцев снизилось по сравнению с прошлым на 70 человек. Однако онкология не отступает. Наоборот, прогнозы неутешительны. Поэтому важно анализировать каждый смертельный случай, чтобы понимать, что пошло не так и на каком этапе. И больше не допускать таких ошибок. Для этого в Крае разработали четкую схему разбора ситуации. То есть, когда пациент обращался в поликлинику, по какому случаю? Посещал ли он смотровые кабинеты? Проходил ли он диспансеризацию? Вот в разборе это все должно быть указано. Это говорит о активности первичного звена. Пропагандировать диспансеризацию и обязательные профосмотры – задача не только медиков, но и властей на местах, отметила вице-губернатор. Кроме того, важно рассказывать людям о пользе физкультуры, зарядки, да и просто правильного образа жизни. План таких акций здоровья уже есть. Теперь необходимо воплотить его в жизнь. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok Сочинские предприятия могут принять участие во всероссийском конкурсе «Успех и безопасность». Это состязание на лучшую организацию работы по охране и условиям труда. Подать заявку можно до 20 марта на официальном сайте конкурса. Он проводится заочно среди организаций производственной и непроизводственной сфер, учреждений образования и здравоохранения, организаций малого предпринимательства. Помимо этого будут определены лучшие муниципальные образования и субъект Российской Федерации в области охраны труда. Сочи стартовала договорная кампания по заключению договоров с коммунальщиками на следующий год. Основной упор специалисты сейчас делают на работу с предпринимателями. Выявлены сотни предприятий питания и торговли, которые работают исправно, но не платят никому за вывоз отходов. В Сочи весь мусор вывозят за пределы курорта автотранспортом несколько предприятий. Крупнейшее из них – САХ. Число добросовестных абонентов среди населения не снижается, но и должников по-прежнему много. С ними сотрудники САХ продолжают работать в индивидуальном порядке. К нами, к должникам применяются меры принудительного исполнения, то есть направляются исполнительные документы в ФССП города Сочи. Активно мы взаимодействуем со службой судебных приставов, накладываем арестное имущество, денежные средства. Ну и активно призываем наших должников оплачивать сумму задолженности, не доводить до того, чтобы применялись, опять же, меры принудительного исполнения. Усилить работу решено по взысканию долгов не только с населения, но и с предпринимателей. В ходе рейдов в Лазаревском районе сотрудники САХ получили печальную статистику. Из двух тысяч точек общепита и торговли половина не имеет договора на вывоз мусора ни с одной компанией, а значит сбрасывает отходы нелегально. В остальных районах ситуация не лучше. Сегодня собраны комиссии, которые продолжат обход и обяжут предпринимателей заключать договоры с коммунальщиками. У клонистов могут ждать судебные разбирательства. Сообщи, где торгуют смертью. В Сочи стартовал очередной этап общероссийской антинаркотической акции. Она проводится ежегодно для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Особый упор в работе оперативников сделан на выявление преступных групп, которые организовали подпольное производство синтетических наркотиков. С начала года удалось ликвидировать четыре такие лаборатории, где производили более 50 килограммов наркотиков в месяц. Что касается аптечного бизнеса, то за нарушение учета и безрецептурную продажу таких сильнодействующих препаратов, как лирика и пригабалин, полицейскими составлено более 20 протоколов. А сумма штрафов превысила 20 миллионов рублей. Также работа сотрудников УВД направлена на предотвращение ввоза наркотиков в Сочи. Так, в текущем году нами было вылиено 500 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 76 фактов больше аналогичного периода прошлого года. Задокументировано 263 факта незаконного сбыта наркотических средств, что также больше на 73 преступления уровня предыдущего года. По всем данным фактам, возбуждены уголом дела, проводится дальнейшее расследование. Правоохранители просят всех сообщать о фактах безрецептурной продажи сильнодействующих лекарств в аптеках. В первый день акции по телефону горячей линии поступило 5 сообщений. Три из них подтвердились после проверки. О фактах незаконного оборота и выращивания наркосодержащих растений можно сообщать по телефонам, которые вы видите на экране. В России вводится обязательная маркировка товаров. С июля она уже действует для тех, кто торгует обувью. Контрольными знаками должна помечаться каждая пара. На очереди – одежда. С 1 декабря ее маркировка станет обязательной. Предпринимателям пора переходить на новые правила. Как перестроить работу, прежде чем начнут действовать штрафы за нарушения, сочинским бизнесменам сегодня рассказали в Центре поддержки предпринимательства города. С 1 декабря маркировка обязательна для блузок, пальто, плащей, курток, одежды из кожи. Речь о цифровом коде. Информация в нем зашифрована и защищена от подделки с помощью криптографических технологий. Введение контрольно-идентификационных знаков – это очередной шаг к прозрачному рынку и противодействию незаконному обороту товаров. Новые правила станут гарантией подлинности. Вместе с маркировкой заработает и потребительский контроль. Покупатель через мобильное приложение сможет отсканировать код, получить всю информацию о товаре, проверить его легальность, качество и даже сообщить о нарушениях. Нарушители будут проверять надзорные органы, в том числе налоговая и таможенная службы. Пока же предпринимателям советуют не ждать до последнего и переходить на новые правила уже сейчас. Сейчас идут очень большие новшества, причем они идут ежемесячно. Буквально недавно вышли поправки в законы и в кодекс налоговый. Нужно подать заявление на упрощенную систему срочно до Нового года и уже с Нового года закрыть ЕНВД по торговле маркировочными товарами и осуществлять торговлю уже по упрощенной системе. Помочь бизнесу адаптироваться к новым правилам решили в городском центре поддержки предпринимателей. Сегодня для бизнесменов маркировка товаров – самый актуальный вопрос. Конечно, это дополнительная нагрузка на предпринимателей. Товар будет промаркирован и, естественно, каждая единица товара, она будет считываться, как приниматься на предприятии, также она будет считываться, когда она будет продаваться. Обязательная маркировка позволит учитывать вообще все товары абсолютно, которые поступают к предпринимателю. Для того, чтобы меньше пользовались накладными, все-таки, наверное, бумажными, все было учтено, все было прозрачно, весь бизнес был в прозрачной, скажем так, сфере. Скорее всего, это больше похоже на программу ЭГИС для алкоголя. То есть мы садимся все на электронный оборот документа оборот. В принципе, если есть маркировка, уже накладные будут не нужны, все будет в электронном виде. То есть весь товар, который заходит к предпринимателю, будет видеть налоговая инспекция, будет видеть даже поштучную реализацию, какая происходит. Добровольная маркировка обязательно с 1 марта, постепенно с 2020 года будет вводиться маркировка абсолютно для всего. Ну, я просто в этом уверена, потому что, судя по динамике тому, как это начиналось с лекарств, потом пошли табачные изделия, потом обувь, потом одежда. Судя по всему, потом молочка, вы же помните, маркировалось молочное изделие. Мы, я думаю, будем, в принципе, ожидать то, что будут промаркированы вообще все товары. Поскольку вопросов по маркировке возникло у предпринимателей огромное количество, поэтому мы проводим такой очередной семинар. Это наш не первый, не последний семинар, я думаю, потому что вопросы будут все равно возникать. Тем более, что не все предприниматели, к сожалению, знают о том, что обязательная маркировка сейчас вводится для одежды. Вот сейчас с обувью более-менее мы разобрались, а вот одежда, к сожалению, у предпринимателей не в курсе. Вот такие семинары и в том числе и освещение в СМИ поможет другим предпринимателям узнать, что эта маркировка должна быть, что она проводится и что есть место, Центр поддержки предпринимательства, где возможно получить консультацию именно по тем проблемным вопросам, которые возникнут у предпринимателей по маркируемым товарам. Пока речь идет о маркировке четырех групп товаров. Это обувь, одежда, медикаменты и табачные изделия. Схема для всех одна. Производитель или импортер печатает на упаковке товарокод. В нем зашифрована максимально полная информация о продукции, ее производителе, стране и материалах изготовления, бренде, импортере, обо всех пройденных логистических этапах и выплаченных сборах, налоговых и таможенных. Проверять маркировку будут по всему пути следования. В случае чего, в оборот, подделка не попадет. В самом же магазине код просканируют дважды. При приемке, чтобы подтвердить, что приняли именно подлинный промаркированный производителем товар. И при продаже покупателю. Маркировка в России работает в формате государственно-частного партнерства. За работу системы будет отвечать частный оператор. Это снижает нагрузку на государственный бюджет. К 2024 году цифровую маркировку планируется внедрить для всех товарных категорий. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». 150 бесплатных лекций для нового качества жизни. В Сочи стартовала декада зрелого возраста. Сегодня состоялось открытие большого форума для людей старшего поколения. Кстати, в этом году декада стала юбилейной. Все подробности в нашем следующем сюжете. В конференц-зале «Санатория знаний» нет свободных мест сегодня. Здесь открылась уже пятая декада зрелого возраста. Это 10-дневный образовательный марафон для людей старшего поколения. На мастер-классах и лекциях им рассказывают, как жить активно, интересно и даже в пожилом возрасте быть полезным. Причем не только семье. На декаду в Сочи в этом году приехали около 3000 человек из 70 регионов страны. Чтобы разместить всех, пришлось подключить и соседние здравницы. Меня удивило то, что сегодня столько много новых людей. Это значит, что была породелана большая работа, когда рассказывали о декаде по всей стране, когда приехали новые люди. И это значит, что как круги по воде, все то, что наработано в течение этих пяти лет, оно будет идти дальше. Спикеры, а их 70, подготовили для участников декады 150 мастер-классов, что важно абсолютно бесплатных. За пять лет действительно произошли глобальные изменения. Если пять лет, это были в основном призывы, что надо этим заниматься, надо этим заниматься. Сейчас уже, в общем-то, сформировалась система работы с людьми, можно называть, серебряного возраста, золотого возраста. Сегодня декада зрелого возраста в Сочи – это самый масштабный в России фестиваль, посвященный качеству жизни старшего поколения. Как говорят организаторы, этот форум активного долголетия изменил жизнь не только его участников. Участие людей и представителей органов государственной власти в наших ноябрьских мероприятиях способствовало развитию, совершенствованию государственной политики. Растет размер сумм, выделяемых на социальную поддержку, на программы обучения и переобучения для педпенсионеров и пенсионеров. Это и компьютерная грамотность, это программы по сохранению здоровья. Декады – это не только образовательная, но и культурная и спортивная площадка. В этом году в программу включили турнир по нардам и открытое первенство юга страны по приготовлению шашлыка. Завершится большой фестиваль 23 ноября. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.